Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 сентября. Продолжаю собирать свои томаты. Вот сегодня собрала последние спелые плоды сибирской тройки. Это не новинка для меня. Я много лет уже ее выращиваю. Но есть люди, которые вырастили сибирскую тройку в этом году впервые. И у них возникают вопросы по поводу этого сорта. Я вот хочу сейчас быстро в нескольких словах ответить на эти вопросы и рассказать немного о сибирской тройке. Вот в комментариях буквально вчера прочитала. Одна зрительница пишет, что сибирская тройка должна же быть... Ой, вот я уже нарезала, чтобы показать. Вот такая перцевидная форма везде пишут. Но нигде производитель не пишет, что она может быть еще и вот такой. Ой, вот смотрите. Сибирская тройка так же, как петруша. Она интересна разнообразием своих форм. Я вот специально выложила разные. Смотрите, есть прям перчики. Но вы имеете в виду, что это последние и перчики здесь немного меньше, чем летом. Летом перчики крупнее. А сейчас летом перчики вот такие и даже больше. Вот смотрите. Могут быть вот такие перцевидные. Могут быть перцевидные вроде немного форма груши. Вот такая. Может быть вообще вот такая. Иногда ее так разбарабанят. И что она даже вроде и перцевидная, и не перцевидная. Но что она почти бочонковидная. Вот такая. Это все вот на одних и тех же кустах. Это все сибирская тройка. Сейчас вот разрезала вот такой огромный плод. Видите, вот моя рука. Вот это тоже сибирская тройка. И это, учтите, что это последние уже сентябрь месяц. Это последние плоды спелые я сорвала. Вот тоже сибирская тройка. И вы видите, что какая очень большая разница между плодами. Или вот этот плодик, или вот этот. И поэтому некоторые люди, которые выращивают сибирскую тройку впервые, когда видят, что образуются плоды не такие, как описывает производитель по форме, люди начинают сомневаться, сибирская ли это тройка. Я вас хочу успокоить. Сибирская тройка очень разнообразная. Если о характеристиках куста. Куст детерминатный. Очень-очень пушистый, как елка. Я говорила уже в прошлом году, много видеообзоров делала. Иногда возникают проблемы с его формированием. Потому что если оставить и ничего не удалять, он сильно разрастается. Делается прям квадратный, как декоративный. Но к этому всему можно приспособиться. Но зато он очень урожайный. У меня в этом году я не вовремя подвязала, немного опоздала с подвязкой. Так как много нынче навысаживала, понадеялась, что успею. Не успевала все лето. И у меня все кусты обломались под тяжестью. Вот этих плодов. И они прям некоторые обломались до конца. Некоторые я потом подняла. Но очень тяжелые плоды. Если мы посмотрим разрез. Вот такой. Сама сибирская тройка. Плод красного цвета. Этим он отличается от петруши. Потому что когда кусты растут, и плоды зеленые, их можно перепутать. Петруша огородник, а сибирская тройка. Потом, когда в фазу зрелости вступает томат, петруша делается розовым, а сибирская тройка красная. Ну смотрите, если снаружи плод красный, вот он красный цвет, то внутри мы видим, что он такой, мякоть розоватая. И вот это вот зеленое пятно, вот здесь у плодоножки, если томат недозрелый, бывает зеленое пятно, непрозрелое. Потом оно все вызревает. И если вот это вот разрезать недостаточно, я вот вам сейчас специально показать. Вот видите, с зеленым пятном, если мы разрежем плод, вроде бы он спелый, но вот здесь еще зеленое пятнышко. Тогда мы увидим вот здесь белый такой, но он не пучок, он мягкий, но все равно вот такую белую полоску мы увидим. Потом, когда вызревает, вот это пятнышко исчезает, и вот эта белая полоса вся исчезает. Мякоть вся абсолютно без всяких дополнительных каких-то там белых включений. Сейчас мы попробуем. Вот такая вот мякоть розового цвета. Конечно, этот томат мясистый. Сладкий, вкусный. Очень нежный. Идеально подходит для салатов. Ну и как обычно люди делают. Первые плоды крупные в салаты. Потом сейчас последние, вот такие перцевидные, которые уже идут меньше формы, идеально для консервирования, для различных переработок. Вот этот томат красного цвета идеально идет и налечь на томатные соки, и на все. Вот это наша сибирская тройка. Начала-то я видео снимать, ну, для того, чтобы ответить на вопрос, что вот бывает ли она не такой формы, а всякой кубовидной или круглой. Одна женщина написала у меня, говорит, вообще круглая, как бочонок. Да, бывает. Не бойтесь, это тоже сибирская тройка. Почему так получается, я не знаю. Некоторые прям аккуратненькие получаются, такие как перцевидные. Некоторые получаются вообще другой формы. Но все равно они все одинаково вкусные, мясистые и очень урожайные. Кто ни разу не выращивал, советую хоть раз в жизни посадить петрушу-огородник и сибирскую тройку. Половина людей влюбляются с первого года и оставляют эти томаты у себя в огороде навсегда. Все, до свидания.